В 1994 году я вышла замуж. И так получилось, что мой супруг оказался без работы и, как вы знаете, в Армении была непростая ситуация, особенно для бывшего дипломата. И, в общем, один из друзей пригласил в Москву. На тот момент ни о какой школе в Альдорской даже и речи не могло быть, потому что стоял вопрос, как вообще выжить. До определенного момента мы занимались бизнесом. Я занимался в Москве, в 2008 году. Я занимался в Москве. Я занимался в России и занимался в России. Я занимался в России. Я занимался в Москве. 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 Мне сложно сейчас сказать, как мы отражались. Но дело в том, что я глубоко уверена в том, что нас воспитывают наши дети. Не мы их воспитываем. Да, у меня это абсолютная уверенность. У меня в этом сейчас нет никакого сомнения. Потому что то, как воспитывался и рос мой сын, и как я за этим наблюдала, каждый раз изменения в его и душевной жизни, и какой-то такой и физический рост, любое изменение, я на это смотрела с точки зрения, где тут мое влияние, где влияние окружения. И мы, и я, и супруг, мы вообще уделяли этому очень важное внимание, потому что считали, что мы должны доминировать. Он еще маленький, и в нем должна быть определенная уверенность в том, что он может опираться на семейные ценности. Поэтому я очень внимательно наблюдала, как он воспитывается, как он растет. Естественно, мы его отдали в Альдорфскую школу, потому что это сознательный путь, который мы выбрали. Школа, которая называется, ну, не важно, как она называется, потому что мы оттуда ушли. С третьего класса практически я жила в школе, я уже практически не работала и проводила весь день в школе, чтобы наблюдать вообще, что там происходит, почему у него такие изменения не в лучшую сторону, в смысле и умственного развития, и социальной адаптации. Конечно, я вначале думала, может быть, он армянин. Да, потом, когда я понаблюдала за детьми, проблема оказалась не только у него, там вообще общая проблема класса. Вот, ну, естественно, я стала там беседовать с родителями, организовала небольшой семинар, стала рассказывать о вальдорфской педагогике, и в процессе вот этого ведения семинара вдруг у меня озарение было. Почему, собственно говоря, я тут его держу? Я могу его просто домой забрать, и пока сама я его буду обучать в началку, а вот после началки мы что-нибудь придумаем. Вот у нас день рождения школы, это как раз 6 марта, 6 марта был мой первый урок с моим сыном. Вот, это был очень трогательный момент, и, конечно, без слез это рассказывать сложно, но это было, с одной стороны, сложно, с другой стороны, интересно. И еще тот момент, что какая ответственность? Ты теперь отвечаешь полностью за него, за его судьбу, и готовы ли я это делать? Тогда это был такой большой вопрос. Ну, мы начали работать, и буквально через неделю к нам присоединились еще дети. Значит. Все это было, мне кажется, что ни иначе не было, ухо вытянет больше с ним. И это было, такое бы, что не изменилось, когда люди приходят вместе с этим и меньше, когда люди приходят older, В этом году мы получили ученики, 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 ученики и ученики. Сегодня у нас 24 ученика, всем преподавателям. Школа оккупаема уже. Мы можем оплачивать зарплату, мы можем содержать помещения. И этого достаточно на сегодняшний день, как мне кажется. У меня было много разных элементов. У меня было много разных элементов, которые приходят вата позиции, обладает, обладает, обладает нашел и обладает, но мы shocking. По었다 бы, мы знаем, что я не могуrobиться в татьяной группе. ПОСАПЛЕНИЕ Я не знаю, что я не знаю, что у меня есть ответ на занятия, это неправильно. И вот этот вопрос, в том случае, мы не знаем, что я не знаю, Мы не знаем, что мы в русской среде должны организовать школу, а еще и в Альдорску, и все это чужды окружению, но это оказалось нашим сильным звеном. Потому что мы кусочек Армении все-таки здесь как-то культивируем через еду. Например, все родители и дети обожают лаваш. Все любят определенные блюда, которые мы готовим, естественно, это армянские блюда. Очень часто на каких-то встречах я могу спеть армянскую песню, очень нравится всем. И мне, вы знаете, это было удивительно, но это оказалось нашим сильным звеном. Мы и этим отличаемся от других школ. И когда приходят к нам в гости, даже они не могут описать, что им здесь нравится. Они смотрят, да, вроде стены красивые, ну и есть такие в Альдорске школы, у которых очень красивые стены. То есть они не могут это приписать к нашему происхождению, но мы это уже понимаем. Вот как-то у вас тепло, как-то у вас солнечно. Они прямо эти слова и используют. В Альдорске школ в России с одной стороны много, с другой стороны, конечно же, не так много, если говорить от 25, может быть, 30 школах. И вот каждая школа совершенно особенная. Эта школа молодая, но она явно имеет свой стиль, свое лицо. Вот здесь есть такая какая-то продуманность и прожитость каждой мелочи. Вот они уже нашли себя, и я думаю, что они еще будут искать. И они красиво идут, я бы сказала, как-то хорошо, добротно. Они не гонятся за тем, чтобы стать быстро большими, быстро известными. Они делают свое дело, люди постепенно вокруг узнают о них, приходят и приходят, и классы потихоньку растут. У нас в этом году первый выпуск, это девятый класс. Да, они будут сдавать ГИА и будут получать, значит, аттестацию государственного образца, но не в нашей школе. У нас есть договор с обычной школой, потому что вся эта бумажная волокита, в общем, очень серьезные бумаги и вообще серьезные отношения с государством, мы пока не готовы. Конечно, они смогут сдать, они сдадут. Потому что в вальдорфских школах, если это вальдорфская школа, не по названию, а по содержанию, как раз учат учиться. Они не учат тому, чтобы он получал оценки, а учат учиться. А они умеют это делать, они знают, как это делать. Как много инопланетных школ, это пионерский школа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok